западники говорят вас не встречают цветами еще как встречают еще как встречают несмотря на страх а им встречать будет еще больше когда поймут что мы никуда не уйдем чё вы а нам а чеси чокотлера били Продолжение в Украине 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 осуществляется и на бюрократических этажах лестницы, когда политическое решение принято. Но особенно это видно в Германии. Вы помните, как сам канцлер Шольц два месяца заматывал переговоры с собственным военным медовцем, а что поставлять? Раздаются голоса и в Соединенных Штатах отдельные. А стоит ли подставлять то, что вы говорили, как раз установки запового огня, а ведь украинцы могут этими установками достать объекты на Российской Федерации, не спровоцируемыми на этого Путина. То есть вот эта старая песня «Давайте не провоцировать Путина». Столтенберга, любимая песенка, как вы упоминали. Да, 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 она все еще продолжается. Но я думаю, что американское руководство стоит достаточно твердо. О чем свидетельствуют и вчерашние, и уже сегодняшние по дальневосточному времени ремарки президента Байдена в Токио, где он снова очень резко осудил Россию, которая ставит с целью войны уничтожение вообще бомбами украинской идентичности. Что показывает, что Байден стоит твердо на позиции друзей Украины Блинкина и Остина, и любимец Кремля Селливан в администрации Байдена потерпел поражение и не может эффективно вмешаться в эту политику. Андрей Андреевич, вот вы математик. Объясните, вот эти сообщения, которые мы постоянно получаем, о контрнаступлении возможном, да, вот опять-таки реактивной системы залпового огня, который нам дадут, не дадут, подталкивают ли нас таким образом Запад к Минску-3, так называемому, да, вот план Италии, который вы озвучили. Скажите, эти вещи просчитываются, или мы просто сейчас наблюдаем вот какой-то ход истории, импровизацию со стороны Запада в том числе, которые не знают точно, как повести себя и в какой вот перспективе. Ну, что, мне кажется, я не соглашусь с вами, мне кажется, как раз разные силы на Западе четко определили свою позицию. С одной стороны, это американская администрация, это заявление Остина очень четкое на вопрос, какова цель войны, он сказал это победа Украины, восстановление ее тренеральной ценности, и он сделал очень важное добавление и ослабление России до такой степени, чтобы она не смогла более повторить агрессию. Ну, и эта точка зрения, естественно, она же разделяется и Украиной, и Великобританией. И есть точка зрения Германии, Франции и Италии. И мне кажется, я долгое время удивлялся вот этим многочасовым разговорам Макрона с Путиным ни о чем. Наконец, я пришел к убеждению, что вот эти три страны, они просто не хотят победы Украины, потому что победа Украины явно переформатирует всю систему международных отношений европейской безопасности. Новая система будет, как всегда, после мировой войны, а это в какой-то степени то, что мы сейчас переживаем, мировая война диктуется державами-победительницей. А держава-победительницей будет три – Украина, Соединенные Штаты и Великобритания, занимающие последнюю позицию. В этом новом мире Франция и Германия потеряют свою уникальную роль. Франция, вот этого посредника, вечного посредника Запада в отношении с Кремлем, вот эта Деголевская позиция, так называемая «grandeur de France», величие Франции, которое заключается в том, что она все время играет роль троянского коня Кремля в западном лагере. И немцев, которые громадные экономические привилегии получают от экономического сотрудничества с Россией и выступают за это и в его адвокатном международном арене. Вот эти две страны, они просто потеряют свою значимость на мировой арене. Поэтому сейчас они не из каких-то миротворческих позиций выступают, они просто боятся победы Украины, которая значительно уменьшит их международную значимость. Андрей Андреевич, ну не могу вас не спросить. Вот Михаил Подоляк пригласил редакцию «Нью-Йорк Таймс», которой предложили сдать территорию Украины для того, чтобы закончить конфликт, на кофе в Бучу, чтобы явно они посмотрели на места убитых гражданских лиц и разрушенную инфраструктуру. Мне к вам вопрос. Вы все-таки человек медийный. Вы же понимаете прекрасно, что такое издание, как «Нью-Йорк Таймс» или опровергните мою версию, не может запускать такие сигналы без одобрения того же Вашингтона или каких-то других влиятельных сил? Почему такие месседжи просачиваются вообще? Очень правильный вопрос его все ставят. Ну, во-первых, вы рассуждаете, мы все рассуждаем о «Нью-Йорк Таймс» как о таком символе западно-американской свободной прессы, демократии. Это устаревый взгляд. «Нью-Йорк Таймс» сейчас крайний левый листок. Они отражают даже не позицию демократической партии, они отражают позицию сейчас крайней левого крыла в демократической партии. Если «Вашингтон-Пост» это как бы орган, поддерживающий администрацию, да, ведь они же явно нападают вот в этом своем памфлете на Остина, на Блинкина, да и на Байдена. Но удивительно другое, вот это левое крыло демократической партии, ни один из его сенаторов и конгрессменов, принадлежащих ему, подобных взглядов не высказывал. То есть это заявление некой такой пустышки. И я объясняю это довольно просто, не называйте это конспирологической теорией. Ну, что такое это? Да, в том же «Нью-Йорк Таймс» публиковалось целый ряд очень проукраинских статей. В отделе «Опинин» мнение, у них очень широкий разброс точек зрения. Но аудитория «Обот» есть аудитория «Обот», это мнение редакции. Ну, там 5-6 человек. Ну, из этих 5-6, значит, есть 1-2, очень тесно работающие с кремлевской пятой колонной. Потому что написано, вот, она даже из общего стиля вот таких пророссийских публикаций выбивается своей наглостью. Вот там звучит последний абзац, там, Байден должен четко заявить Зеленскому, что есть пределы помощи военно-экономическим. И Зеленский должен понимать, какие разрушения принесет это Украине. Это же шантаж просто. То есть чекистский язык там проскальзывает в отдельное такое. Политически, вот, я категорически не согласен вот с вашим предположением, что это отражает какие-то серьезные настроения. Поэтому вы, как эксперты, и объяснили, да, что это больше внутриполитическая история для Штатов, я так понял. Ну, а тем временем, вот, смотрите, встреча сейчас в Рамштане. Мир собирается решать глобальные вопросы, в том числе украинские вопросы поставки вооружений, экономический форум Довоси. А вот тем временем, параллельно, вот эти два диктатора, покажите, они очень узнаваемы, немножечко размыты, поскольку фотография была издалека. Вот эти два диктатора, Путин и Лукашенко. Наедине. Те, за которые штанишки поправляют? Ну, скорее всего, да. В бронежилете на всякий случай, поскольку опасаются покушений, как обычно. Вот они в Сочи встретились, и что-то решают. Как вы думаете, вот вокруг чего сейчас могут происходить решения, учитывая, что были недавно зафиксированы на границе с Белоруссией, где-то в Волынском направлении, вот в Полесье, передислокация белорусских вооруженных сил, с одной стороны. С другой стороны, до этого какое-то странное молчание Лукашенко в военном вопросе и в войне России против Украины и какой-то момент договоренности с Западом. И тут его Путин, наверное, склоняет к чему-то. Как вы думаете, к чему? И снова не соглашусь с вами. Прекрасно. Это конфликт в студии. Слушайте, фотографии размыты, размыты с фотографией не случайно. Путина нет в медийном пространстве примерно 16-го числа, когда он провел первую предварительную операцию. Все это консервы. И организована вот эта мифическая встреча с Лукашенко. Он встречался с ним уже, по-моему, каждую неделю с ним встречается. И там обсуждать нечего достаточно. Все уже переговорено. Это единственный лидер, который мог согласиться на такой уже фейк на высшем уровне. Никакой встречи нет. Все, что будет показано, может быть, вам где-то из живых покажут их, сидящим на кресле, это консервы. Андрей Андреевич, вы в интервью мне говорили о том, что это двойник Путина был на прогулке с Шойгу во время парада 9 мая в Кремле. Скажите, а как вы думаете, будут еще использовать, по вашей версии, двойников Путина? И с какой целью? Ну, может, кстати, сегодня будут использовать. Может, это не только консерва, как он двойничка покажет. Так вот, посмотрите, посмотрите, буквально вот сообщение, вы говорите, консерва, насколько это консерва, вот, внимание. Ну, смотрите, вот эти раздвинутые ножки, такие с выставленным, извиняюсь, членом, это же все мы видели где-то. Это и та же абсолютно поза Лукашенко с крещенными ножками. Значит, смотрите, Лукашенко тут благодарен Путину, что смог окунуться в море. В сфере безопасности есть о чем поговорить, особенно в связи с тем, что натовцы концентрируют на западных рубежах войска. Президент Польши Дуда ничего не решает, занимается фейками. Наше дело правое, мы все равно победим. Вот месседжи этой. Никакой двойник не смог бы так аутентично раздвинуть ножки, как это делает сам Путин. Поэтому это видео двухмесячной давности. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!